Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Алгебра 8 класс, автор Макарычев, задание 77. Представьте в виде дроби. Перепишем выражение из пункта А. Чтобы представить это выражение в виде дроби, нужно выполнить вычитание дробей, а для этого нужно привести к общему знаменателю. Какой же будет общий знаменатель? Смотрим вначале на коэффициент. Здесь у нас 4 и 6. В общем знаменателе должен быть такой коэффициент, чтобы он был наименьшим общим кратным, то есть числом наименьшим, которое делится на 4 и которое делится на 6. Таким числом является число 12. 12 и на 4 и на 6 делится. Теперь смотрим х. Х мы должны записать в старшей степени, х в третьей степени. Так, теперь смотрим, какие же дополнительные множители должны быть к дробям. Ну, к первой дроби. Чтобы получить 12х в кубе, нужно домножить 4х в кубе на 3. Тогда получим 12х в кубе. На что нужно домножить вот этот знаменатель? 6х в квадрате, чтобы получить 12х в кубе. Ну, на 2 нужно домножить и еще на х, потому что общий знаменатель – это х в кубе, а у нас здесь х в квадрате. Так, теперь выполняем почленное умножение. 2х умножаем на 3, получаем 6ху. Дальше минус единица на 3, минус 3. Дальше минус 3у на 2х, получаем 6ху. Так, и минус у на 2х, получаем 2х в квадрат, но было с минусом, а минус перед дробью, получаем 2х в квадрате. Теперь приводим подобные. 6ху минус 6 плюс у сокращается, и у нас остается… Ну, на первом месте запишем 2х в квадрате, а на втором месте запишем минус 3. Все, ну, и знаменатель 12х в кубе. Пункт В. Перепишем. Какой здесь у нас будет знаменатель? Так, смотрим на коэффициенты. 6 делится на 3, поэтому коэффициент 6 будет в общем знаменателе. Он и является наименьшим, в общем, кратным. А, старшая степень А, просто первая степень А, АВ, старшая степень квадрат. Тогда на что нужно домножить 3АВ, чтобы получилось 6АВ в квадрате? Нужно домножить на 2 и на В, 2В. На что нужно домножить 6АВ в квадрате, чтобы получилось 6АВ в квадрате? Да ни на что. Нет у нас никакого множителя. Здесь у нас не будет дополнительного множителя. Тогда умножаем. Единица на 2b, 2b, минус 2b на b квадрат, 2b в третьей степени, плюс, получается, что мы второй числитель просто переписываем, ни на что не умножаем, минус 1. Теперь приводим подобные. 2b в кубе с минусом, 2b в кубе с плюсом сократилось. Осталось 2b, минус 1, а знаменатель 6аb в квадрате. Пункт В. Определяем на меньший общий знаменатель. Так, здесь у нас будет на меньший общий кратное. 15 меньшего числа нет, которое бы одновременно делилось и на 3 и на 5, потому что 3 и 5 – это простые множители, простые числа. 15, дальше а, старшая степень, пятая степень, иначе будет а в пятой. На что нужно домножить первую дробь? На 5 и на а во второй. Ну, помните, при умножении степени, если а в третью умножить на а во второй, то будет а в пятой. Так, для второй дроби какой нужно умножить? На 3 нужно домножить. И все, тут а в пятой, просто на 3. Тогда получаем 1 на 5а в квадрате. 5а в квадрате и минус 6. Ну, все. Так, и пункт Г. Здесь какой у нас наименьший общий знаменатель? Смотрим на коэффициент 6 и 3. Наименьшее общее кратное 6. Ну, потому что 6 делится и на 6, и 6 делится на 3. Так, теперь х в какой степени? Х в старшей степени, х в шестой степени. Тогда для первой дроби нужно ее домножить на х, потому что х в пятой, чтобы стал х в шестой, на х нужно домножить. А вот второй дробь нужно умножить, домножить только на 2х в шестой степени. Так, умножаем. Получаем b в квадрате х минус 2b. Все. На этом все, задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии со своими пожеланиями и предложениями и смотрите другие видео на нашем канале. До новых встреч!